Здравствуйте! Вот уже в шестой раз. В предыдущих пяти передачах я успел уже вам, да и себе, изрядно надоесть, рассказывая о нашей жизни в Канаде. Так, образно говоря, рассказывая о прошлом. Как мне правильно подсказала Мария Иванова, слушательница, пора уже переходить к настоящему. Совершенно с вами согласен, поэтому очень быстренько закончу в двух фразах буквально свое прошлое и приступим к прекрасному настоящему. То есть, как я сказал, я заболел раком, это был рак простаты, вовремя обнаружили. Мужики, не пропускайте вот эти ежегодные обследования. Вовремя обнаружили, благодаря прекрасной канадской медицине. Я знаю, с мной многие не согласятся, мы об этом поговорим как-нибудь отдельно. Меня очень быстро вылечили, сейчас я не просто такой, как был до того, а еще лучше и здоровее. Все хорошо, все прекрасно. После чего это помогло мне принять важное решение, что всех денег не заработаешь, все дома не купишь, все инвестиции не переинвестируешь. Поэтому мы значительно сократили. Ну, собственно говоря, я уволил сам себя с работы. Мы продали большой дом, мы продали там пару кондо на Флориде. И у нас осталось, и купили квартиру в Ванкувере, и осталась из нашего героического прошлого квартира в Мексике. О Мексике мы поговорим как-нибудь отдельно, в другой передаче. Эта тема, в общем-то, интересная. Я знаю, многих зрителей она интересует, я получил много вопросов. Мы отдельно поговорим о Мексике. Хорошо? А сейчас я вам скажу вот самые свежие свои впечатления. Думаю, вам это интересно. И я думаю, главное, полезно это будет знать. Вот мы последних два дня провели на острове Ванкувер в городе Виктория, о котором абсолютно все канадцы слышали. Ну, а не канадцы, посмотрите на YouTube, почитайте отзывы. И вы знаете, я там, когда провел два дня со своей драгоценной внучкой, я думал, как хорошо, что я еще не научился монтировать видео. Потому что если я бы научился монтировать видео, у меня был большой соблазн снять там ролик, снять реальные кадры Виктории. И поверьте мне, вы были бы в шоке. Ну, это действительно. Ну, не зря он считается самым красивым городом Канады. И может, не только Канады. И не зря это номер один, где канадцы хотели бы жить на пенсии. Он действительно потрясающий. Ничего не скажешь. С трех сторон окружен морем, с четвертой, океаном точнее, с четвертой горы, леса, парки. Ну, просто великолепные. Ну, я не уверен, что я где-то еще вел такие парки. Павлины, причем бесплатно, павлины гуляют круглый год. Представляете, вот павлины, огромная павлина, у меня масса фотографий, но видишь, не снял еще. Гуляют по паркам, вокруг парков, круглый год подходит к дому, где живет мой сын, невестка и внучка. Цветы, ну, просто там такой климат, наиболее подходящий, чуть ли не в мире, влажный, теплый. Зимы практически нету. Что цветы невероятных форм, расцветок, видов, деревья. Ну, вот просто приезжаете и говорите, это сказка. Это просто сказка. Я говорю, климат практически чуть ли не средиземноморный, средиземноморский. Вот если вы увидите видео, то, может, многие сказали бы, все, переезжаю туда жить. И, может быть, правильно сделать. Действительно, очень хорошее место. Но, так как я уже такой сказочник, то сказочник, но сказки же разные бывают. И, то я все-таки считаю своим долгом предупредить вас о тех каких-то проблемах, недостатках, которые есть в этом городе, чтобы вы, так сказать, были информированы, если вы хотите принять такое решение. Так вот, первая проблема, ну, канадцы наверняка отдались, это, конечно, работа. Как ни говоря, это все-таки остров. Да, абсолютно никакой промышленности там нет. Ну, кроме строительства. Строительства есть, конечно, там какие-то компьютерные фирмочки, дизайнерские фирмочки, там что-то такое, это все есть. И, конечно, есть правительственное. Это наша столица все-таки Британской Колумбии. Там масса правительственной работы. Вот мой сын работает на правительственной работе. Если вам предложат, канадцам обращаюсь, работу, работать на правительство, на говермент в Виктории, соглашайтесь с закрытыми глазами, вы не пожалеете. Вот. Также, если у вас есть возможность обучаться в университете, я бы не сказал, что это высшая лига университетов, но, ну, может, на ступеньку ниже. Но университет абсолютно красивый, удобный, там кампус такой, ну, в кино можно снимать, наверное, там и снимают фильмы, там кроликов вокруг сотни бегают, там лужайки такие. Ну, просто замечательно, просто замечательно. Красота необыкновенная. То есть, если у вас есть возможность иметь хорошую работу или там учиться, соглашайтесь, не глядя. А если нет, то подумайте, сможете ли вы там найти работу. Вторая проблема очень неожиданная. Все думают, ну, на острове там, наверное, проблем-то с движением нету, с пробками. Вот как раз Виктории есть. Там преимущество, ну, как часто в жизни, почти всегда бывает, преимущество превращается в недостатки. С трех сторон океан, с четвертой стороны горы, что означает, Виктория зажата, да? Расти ей некуда. Население растет. Поэтому в часы пик, утром и вечером, там движения с такие пробки, ну, чуть ли не как в Москве. Трудно это поверить. Когда вы днем ездите, кажется, да, прекрасно, что он такой говорит, ерунда какая-то. Я тоже не верил, пока мне сын не рассказал, не показал, не доказал, что это реальная-реальная проблема. Да? Вот это вот трафик, движение. Следующее. Ну, вы же понимаете, что если это город самый теплый, самый красивый, там много туристов, там много бездомных людей. Ну, относительно много, но все-таки они есть. Особенно в центральной части города. И многих людей, ну, не хотят они жить в красивых местах, где там рядом ходят какие-то бездомные, спят там какие-то. Они не агрессивные, нет. Но не украшение города, скажем так. Не украшение города. Следующая проблема, на первый взгляд, кажется, смешная такая, ну, если там, пожалуйста, она не смешная. Опять же, вытекающая есть преимущество. Если с трех сторон океан, то как вы думаете, ветра там много или мало? Правильно, много. Я же говорю, один день это можно потерпеть, но если он дует чуть ли не 300 дней в году, ну, это становится... Это не ураганный ветер, не шквал какой-то там, ну, просто постоянно дует ветер, как-то так. Даже в солнечные дни там намного прохладнее, чем в других местах неподалеку. Неподалеку. Это поправляет все время. Вот, поэтому вот стараюсь. Вот это надо все учесть. Но это еще маленькая проблема. А большая проблема, ну, как вы понимаете, есть место очень популярное, очень красивое. Да, вообще считается, что это самый европейский город в Северной Америке по виду за пределами... Или самый английский город там за пределами Англии. Это действительно даже двухэтажные автобусы ходят в здание из коричневого кирпича. Это посмотрите фотографии на фейсбуке, они там есть. Там необычайно красиво, да. Но, как вы думаете, если место красивое, популярное, все хотят выйти на пенсию, а расти ему некуда, то что случается с ценами на жилье? Ну, скажем так. Они не такие, как в Ванкувере, но не так далеко ушли от ванкуверских цен. Цены высокие, даже на старые дома. И люди думают, ну, а если я иду в какой-то там пригород, там же будет подешевле, так в том-то и дело, что там пригородов особых нет. Я же говорю, это зажато между океанами и горами. Для того, чтобы отъехать в пригород, надо отъехать не 10 километров там или 15, как вы думаете, а километров 50 там уже пойдут города за перевалом туда. Ну, перевал там, смешной перевал, конечно, но все равно. Там никто не живет, а живут потом там за перевалом, за перевалом там на север от острова. Мы сами там, собственно, жили, мы жили в Нанайме, это 100 километров, 120 километров от Виктории. Поэтому, если кого-то такой вариант устраивать, но там, опять же, повторюсь, там еще меньше работы, чем в Виктории, там нет правительственной работы, ну, почти нет правительственной работы, там только торговля, строительство, туризм. Вот это фактически все. Ну, образование, конечно, там медицина, это все понятно. Да, но если кому-то вот на острове интересно, я бы сказал, ну, стоит рассматривать только один кусочек, такой вот от Нанайма до Кволокум Бич. Это такой кусочек километров примерно 40, может быть, немножко больше. Вот там тоже неплохо, но все такое, это как Виктория, только сильно в миниатюре. Я знаю обычно, когда я это рассказываю, меня перебивают на этом месте, говорят, «Хм, ты, наверное, не знаешь, есть такой город Порталберни, я сам нашел, и там все в три раза дешевле». Правильно, ну, 20 лет прожив на острове, наверное, слышал про этот город и бывал там миллион раз. Ну, давайте подумаем, ну, почему там в три раза дешевле? Потому что он стоит не на океане, он стоит посреди острова, как-то ни странно звучит, там континентальный климат, работы там, кроме лесорубства, так сказать, нет вообще никакой. Летом там очень жарко, зимой очень холодно, ну, и я не уверен, что вас устроит качество соседей, пусть просят меня мои слушатели, там, по-моему, есть одна слушница из Порталберни, вот она исключение, она замечательная женщина, а вот все остальные, ну, не все остальные, но некоторые из ее соседей, я не уверен, что вы бы хотели иметь своими соседями. Есть еще Вест Кост, Тафино-Юкюл, откуда замечательно летом поехать на экскурсию, но осенью и зимой-то ездить на экскурсию посмотреть на плохую, ну, я бы сказал, на ужасную погоду. Хотите вы жить в месте, где 6 месяцев в году ужасная погода, где, ну, вот просто уж, кроме туризма, там просто уже нечего делать, ну, разве что художникам быть рисовать плохую погоду, наверное, вы там тоже жить не хотите. Что же еще тогда остается в Британской Колумбии, в которой на номерах у нас даже написано Beautiful British Columbia, прекрасно, Британская Колумбия, она действительно прекрасная, то есть вот про острова я ему рассказал, есть еще так называемая Аканаган Велли, это 350-400 километров от Ванкувера, в сторону Калгари туда, это действительно Велли, долина, ну, типа Ферганская долина, что ли, не поверите, но там растут кактусы, там есть какой-то крошечный кусочек официально признанной пустыней, в Канаде, трудно поверить, но это так, там растут кактусы, там даже есть гремучие змеи, там выращивают фрукты, это самые вкусные фрукты, которые вообще ел когда-либо в своей жизни, персики, нектарины, абрикосы, сливы, черешня, просто невероятного вкуса, там есть вайнери, как то есть сказать по-русски, ну, место, где делают вино, винный двор, не знаю, так вот, мы когда там побывали, на этих вайнерис, посмотрели, а потом поехали в знаменитейшую Напа Веллю, так мне кажется, что Напа Велли отдыхает по сравнению, там у нас намного красивее, намного как-то величественнее, это все намного как-то, пейзажи такие, там такие склоны, виноградники спускаются к озеру, озеро прекрасное, великолепное, летом, летом подчеркиваю, голубая вода, синее небо, там форель такая огромная, ловится там и все эти фрукты, то есть тоже, если вы приедете лет, у вас тоже поедет крыша, вы заходите туда немедленно переехать, и опять же, может не так уж и плохо будет, если вы то переедете, но прежде чем вы вот еще там не купили недвижимость, я вам скажу тоже, какие там недостатки, недостатки, такие же, кстати, как и на острове, я упустил сказать, оторванность, оторванность от большой земли, когда вы летом приехали, вы приехали там 2-3 часа, то ли на пароме на остров, то ли на машине 4 часа, в Акананбле, ой, да ерунда, да это даже приятно, приехаться, проехаться, да, летом приятно, да, когда один раз, а когда это надо делать зимой, когда темно, дождь, снег, ну, снег у нас мало будет, но бывает, дождь, снег, туман, и вам надо ехать по необходимости, куда-то встречать, провожать Ванкувер на большую землю, то вот эта оторванность становится реальной проблемой, она стала одной из главных проблем, по которой мы уехали с Остра и переехали все-таки на большую землю, Ванкувер, и рано или поздно вам, наверное, захочется сделать то же самое, примите это к сведению, кроме того, погода, летом там очень жарко, но я живу пустыня до 40 градусов, зимой может быть и минус 25, но, ну, я всегда считал, что если мороз, значит голубое небо, а если тепло, то такой, так сказать, тучи там все, оказывается, я совершенно не могу понять, как это происходит, но там даже, когда там минус 25, в Аканаган-Велле, там все равно низкое серое небо, как в Ленинград, в Санкт-Петербурге, извините, и это, говорят, это 6 месяцев в году, и это очень на людей давит, но летом там прекрасно, потому что я очень советую там поехать, летом на экскурсию очень советую, а жить ли там круглый год, не знаю, кстати, что интересно, там живет много русских староверов, тех еще там 100-150 лет назад, у них есть отдельные городочки, и они очень ухоженные, очень красивые, до сих пор их сегодня говорят на чистейшем русском языке, не делают таких ошибок, как я делаю там в ударениях или еще в чем-то, их них не говорят, а может и говорят. Очень красивые городочки, они там живут, большими, огромными семьями, я бы сказал, из поколения в поколение, счастливые, ну вот, и цены там такие же, как Виктория, именно из-за этого, что там есть смысл бизнес, какой-то выращивать и фрукты, и вино делать, цены там высокие, цены там высокие. Это вот вторая зона хорошая, где люди любят жить, на Виктории, на острове, вторая так, и на Ганвелле, ну и главная, конечно, зона привлекательности, главное, чем знаменит, британская Колумбия, это Ванкувер и окрестности. Ну, как вы знаете, конечно, Ванкувер многократно признавался одним из лучших, если не самым лучшим, вообще городов для жизни в мире, это правда, вот, чем больше тут живу, тем больше мне этот город нравится, в принципе, я должен был перечислить много каких-то недостатков, но честно сказать, ну, затрудняюсь это сделать, потому что достоинство настолько перекрывает недостатки, но один, конечно, вы слышали и знаете, это второй по дороговизне город в мире, да, первый это Гонконг, а на втором месте наш Ванкувер, очень дорогая недвижимость, ну, я вам так скажу, в квартирах, в центре города, в хороших районах, квадратный метр, ну, я так говорю для наших русскоязычных, им более привычно, стоит от 10 до 20 тысяч канадских долларов, это очень но, то есть, вот средняя квартирка такая двухкомнатная, однобедровная, говоря, канадским языком, ну, если вам удалось купить ее за 700 тысяч, это вам очень повезло, а скорее всего, это будет 800-900 тысяч, а трехкомнатная или двухбедровная, это уже там к миллиону или за миллион, это очень высокий цен, ну, как же выходит с этого положения, ну, есть два выхода из этого положения, первое, это можно, ну, просто подальше отъехать, немножко, да, направлений тут не очень много, тут в одну сторону горы, в другую сторону горы, знаменитый Вислер, горнолыжный курорт, и только в одну сторону можно поехать, по плоской, так сказать, местности, это долина реки Фрезер, от нас, от Ванкувера, она тянется еще километров на 150, ну, на 150 бы я не ездил, но до Челевака километров 100 я бы ездил, то есть можно отъехать туда дальше, там будет дешевле, но возникает вопрос, а как насчет работы, если у вас работа из дому, прекрасно, если вам надо работать на какой-то фирме, которая находится в Ванкувере, ну, что я могу сказать, скорее всего, ни разу тут ни одного человека, который бы голодал, умер с голоду, если уже живете в Ванкувере, ну, значит, вы найдете такую работу, которая будет вам оплачивать достаточно, чтобы жить в городе Ванкувер, если вы такую работу не найдете, я вам приведу таких пару примеров, это они произойдут у нас впечатления, один мой знакомый, вполне состоявшийся человек, у него дом за полтора миллиона, у него яхта, там он плавает по всему миру, да, Костя, это я тебе, правильно, это тебе, какие же мне еще примеры могут быть, вот, тем не менее, он, он был главным инженером на большом заводе, тем не менее, он по привычке, с чего начал, приехав в Канаду, он по-прежнему развозил по вечерам пиццу, я думаю, те люди, которым развозил пиццу, они бы очень удивились, если бы узнали, кто он такой, да, и это ему давало достаточно денег на путешествия по всему миру, оплатить своим детям занятия в горнолыжных школах, это совсем не дешевое удовольствие, и т.д. и т.п. Второй мой знакомый, нашелся такую халтурку, так сказать, развозит зубные протезы по этим, по зубным поликлиникам, тоже зарабатывает достаточно, чтобы оплачивает свою квартиру, он не владеет недвижимостью, он просто оплачивает свою квартиру, ему хватает, поэтому говорить о том, что дорогая, дорогая недвижимость, но если ты немножко работаешь, немножко стараешься там, то, в общем-то, никто с голоду не умер. Да, на чистую пенсию, если у вас нет никаких инвестиций, здесь прожить трудно, но, честно сказать, я мало знаю людей, которые в Канаде прожили достаточно долго, и к моменту выхода на пенсию, у них нет никаких инвестиций, они живут чисто на канадскую пенсию, о которой я, конечно, расскажу отдельно, эта тема очень интересная, и заслужит отдельного внимания. Так, завтра, скорее всего, ну, это так, кратко, то, что я хотел сказать, завтра, скорее всего, я пропущу передачу, у меня причина супер уважительная, ну, для мужчин, поеду ловить рыбу, я знаю, что рыбы, скорее всего, я не поймаю, но это даст мне прекрасный повод сделать отдельную передачу о рыбалке, которая, я думаю, ну, опять же, мужчинам будет очень интересная. Так, значит, тогда, скорее всего, до послезавтра. Пока! Продолжение следует...